Как эффективно распределить бюджетные средства? Вокруг этого непростого вопроса всегда много дискуссий. Стала эта тема основной и на заседании Кабинета министров. Расходов предстоит больше, чем ожидается доходов. Бюджет на предстоящие годы в нашей республике получился с дефицитом. Общий параметр республиканского бюджета, предложенный в законе, в 2014 году составляет по доходам 31,4 млрд рублей, по расходам 34,571,5 млрд рублей, дефицит 3,168,9 млрд. Соответственно, дефицит находится в рамках параметров, утвержденных бюджетным кодексом. Пожалуйста, у кого какие вопросы имеете право задавать, протоколе зафиксируем, потом, чтобы не было никаких отговорок в этом бюджете не предусмотрели, поэтому мы не можем, соответственно, исполнять. Вопросы действительно есть, впрочем, от мучительного выбора, на что тратить. В первую очередь, региональное правительство избавили на самом верху. Одна из основных целей и задач, которая стоит и предусмотрена сегодня в приоритетах расходов, это обеспечение реализации указов президента Российской Федерации 7 мая 2012 года. По всем направлениям предусмотрена сумма более 4 млрд. рублей, включая задачу по повышению заработной клады работникам бюджетной сферы, реконструкции строительства дошкольных учреждений и так далее. Также в данном проекте республиканского бюджета предусмотрены суммы для реализации мероприятий в рамках празднования 550-летия основания города Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области в соответствии с планами мероприятий. Зарплату бюджетникам и детские сады траты первостепенны, однако не помешали бы дополнительные деньги школьному образованию. Ряд объектов в социальной сфере, Михаил Геннадьевич, как то программы развития образования, включены только в институционной программе детские образовательные учреждения, нет средних образовательных школ, это 7-8 позиций примерно по программе 2014 года. Это сделано специально, чтобы вернуться в начале следующего года при уточнении бюджета или что-то мы иное закладываем. В правительстве отмечают, про школьников помнят, средства будут выделять при первой возможности. Бюджетный сегодня сформирован достаточно жестко, то есть мы по уровню дефицита вышли на предельный уровень, который нам позволяет бюджетный кодекс, это 15% от собственных доходов. Но мы предполагаем, что по завершению, в общем-то это ежегодно и в прошлом году, и позапрошлого происходило, то есть по завершению года, когда мы будем иметь итоги уже 2013 года, в том числе по доходам, и уточненный прогноз. Что касается сегодня, мы с точки зрения приоритетов по выполнению указов предусмотрели средства, прежде всего на детские сады, чтобы, так сказать, уверенно продолжать эту программу. Переходящие объекты, безусловно, мы должны будем продолжать. Что касается новых объектов, будем смотреть по обстановке. Те средства, которые на строительство детских образовательных утверждений предусмотрены, которые высвобождаются, мы будем направлять на продолжение строительства школ, и даже на новые. Есть у нас школы такие ветхие, так скажем, значит, я сад тоже лично посвящал, депутаты тоже посвящаете по своим округам. Мы должны в ближайшей перспективе, конечно, завершить. Так или иначе, бюджет правительства одобрило. По прогнозам, дефицит с каждым годом будет сокращаться. Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Николай Яковлев, Республика.